Иван Суриков Как ты попал в «Марипосу»? Как твоя судьба связалась с этим местом? Ну вот у меня была, конечно же, некая проблема, и Ханс Юрген Мюллер мне помог ее решить. Сейчас скоро вкратце объясню, что за проблема была. Поставив, как бы заявив о себе совсем, так может казаться не скромно, как художником мира, да, и сделав герб мира, я позиционировался довольно-таки обособленно от всех тусовок. И встретив Ханс Юргена, который считал себя самым крутым галеристом, потому что он был основателем идеи Атлантиса и построил «Марипосу». И заявив ему эту позицию, конечно же, он принял ее. Принял ее и представил мне, ну если так можно выразиться, дал мне «Марипосу» как резиденцию. То есть, иными словами, у художника мира появился некий такой, некая почва под ногами. Ну так примитивно можно сравнить Ватикан и Папа Римский, да, то есть есть некий персонаж, да, и у него есть своя резиденция. Так и получилось здесь. Вот почему Ханс Юрген это сделал? Потому что он понимал, что он искал именно такой персонаж, который такую немножечко сумасшедшую идею озвучивает и ставит себя в центр современного искусства и культуры, как бы вокруг которого должно крутиться колесо современной искусств, которой как бы пустота. И вот именно вот на этих таких вот моментах мы очень-очень хорошо поняли друг друга. То есть была проблема для тебя, что ты не представлял собой никакой группы, ты был один просто. Да, какая была проблема? Проблема была какая? Найти себе как бы равного человека в современном искусстве, поставив себя выше, ну не то, что выше других, как бы вот там, как типа я самый главный, а... Выше обыденности. Выше обыденности. Найти некое уникальное место, найти человека, который тебя поймет. Найти человека, который будет равен тебе по как бы по твоему масштабу, по твоей безумной идее. И такой... А где ты встретил? Он такой же оказался. Когда мы с ним встретились, то есть я абсолютно, то есть как бы... Ты был студентом, да? Или был молодым человеком просто? Да, я, значит, был в Германии, мы с ним встретились. Где? На выставке или где-то? Нет, нет. Он пришел в мастерскую, был очень интересный момент. Как бы я постоянно, ну как бы делая свои картины, да, там, я ставлю Христа, Ленина и ставлю художника между ними, там, у меня определенно есть, значит, своя тематика, там. И в мастерской у меня были разные картины, в частности эти. Но эти как бы, так как я был в Германии, я постоянно как-то их немножечко, чуть-чуть, ну не то чтобы прятал, а убирал в сторону как бы. А вот абстрактные, которые проходили там, покупали банки и так далее, ну обычная абстракция. Я показываю ему. Он сразу сказал, что вот это вот абстрактное, это ерунда. И прямо передо мной, перед моими глазами порвал одну работу. Твою? Мою. Это странно было, так и не ведут себя. Вот так вот себя не ведут. А вот это, а вот это, которое там было немножечко спрятано, то есть моя классическая тема, да, которую я... А вот это вот искусство, это искусство будущего. Вот это я продолжил. То есть был уже такой очень интересный, искренний момент. Естественно, когда я ему сказал, что я художник мира, вокруг меня вращается колесо современного искусства, конечно, он сказал, что давай тогда вот у тебя есть резиденция, пожалуйста, вот у тебя... А можно так сказать, что это вот такое колесо, это как бы колесо сансары, где все в замкнутом кругу вращаются. И ты решил как-то вырваться из этого колеса, обыденного вот такой жизни художественного мира. Совершенно верно. Потому что за вид, как бы сделать герб мира, это очень сложно. Это как бы такое чудо. Большая претензия, да. Большая претензия, большая такая... Но быть художником мира, это еще как бы сложнее. Еще тяжелее. Тут должны быть... Ответственность. Тут должны быть не только ответственность, а должны соединиться некие этапы случайности. Хотя ничего случайного нет. И вот встреча с Хан Сюрмой, это вот та закономерная случайность, которая как бы подтвердила то, что бредовая идея Вани, художник мира, который... Ты что, и зачем ты рисуешь этих... Прекрасно легла на идею Хан Саюрмой. Хан Сюргена Мюллера. На идею Хан Сюргена Мюллера, который добровольный... Счастливый город для художников. Да, который как бы дар, дал в дар, как бы мне эту резиденцию. Как? Что значит дал в дар? Он тебя пригласил на вечные времена или что это такое? Ну, он хотел, конечно, чтобы я тут был как бы арт-директор, и так далее, но мне этого не нужно. Я просто тут работаю и... Ну, немного ты выполняешь свою роль. Ты приглашаешь художников. Вот нас пригласил, например, были другие люди. И получается, что ты все-таки каким-то образом художное руководство осуществляешь. Сейчас, когда его не стало, сейчас мы немножечко делаем какие-то активные, там, полеактивно проводим экскурсии и так далее, и так далее. Но когда именно был Ханс Юрген, я как бы использовал это как свою резиденцию, но дистанцировался. Ну, не хотел быть администратором, поскольку ты художник. Ну, чтобы не это самое, чтобы не входить в отношения подчиненной и... Ну, то есть ты выполняешь какую-то художественную здесь роль, а организационную нет и не хочешь. Сейчас расскажи немножко вот о той работе, на которой ты сейчас стоишь. Это такая огромная мандала, большая, сделанная из мрамора, из разных сортов мрамора. Вот здесь, по-моему, уже тоже изображен герб мира, правильно я говорю или нет? Нет, это искус. Это искус. Искус венчает картину герб мира. А здесь он сделан в увеличенном масштабе. Это моя вторая работа здесь, в Морепосе, в парке. То есть после того, как я сделал фреску в домике для медитации, Ханс Юрген сразу попросил меня сделать вторую, сделать символ. Вот этот символ, который держит художник в руке. А это называется искус, то есть символ искусства всего. Искушение искусства. Нет, это символ искусства. Хорошо. Ну давай, может быть, перейдем еще к одной твоей работе. Давай.